Привет, друзья! Всех с радостной новостью. Вот этого ржавого человека уволили и слава богу. Я вчера, когда записывал видео после Сочи, не стал сразу записывать, потому что, ну, как бы ждал, что после матча его, возможно, прям сразу уволят. Но было все-таки день рождения, наверное, они решили чуть-чуть потерпеть. А сегодня все-таки проснулся, думал, может быть, с утра, так все. Все новости шерстил-шерстил, там нифига, я уволил вообще после обеда, я не знаю, после двух часов дня, кажется. Ну и слава богу. О чем я хотел еще сказать? Знаете, когда его вчера не уволили, сегодня с утра не увидел вот эту вот новость об этом, думаю, блин, неужели его оставят? Думаю, ну ладно, пусть уже его оставят, пусть Абаскалю будет хуже, потому что после такого сезона ему просто работы в футболе не видать. То, что он сотворил, его в футбол уже не пригласят, как главного тренера, это однозначно. Да и вообще, кто вообще осмелится пригласить этого человека, который, вы видите, все его результаты. Ну, получилось, как получилось, новость пришла нежданно-негадно. Я уже думал, может быть, в понедельник, в рабочий день уволят. Нет, уволили сегодня, и слава богу, в воскресенье. Ну, болельщикам на выходной все-таки какую-то радость составили. Я хотел поговорить еще о Владимире Слишковиче, который будет исполнять обязанности главного тренера. И на чем я тут хотел заострить внимание, что у него были две игры, когда он заменял Абаскаля, когда тот на карточках был на удалении. И он про это не проиграл, эти две игры, последняя из них была с Зенитом. Вы помните, и знаете, мне что понравилось в игре с Зенитом. Он играл от печки, то есть это хлеб Спартака, контратаки. То есть, сохраняем свои ворота в неприкосновенности и контратаки, хлеб Спартака. То, что и нужно было. Ну, то есть, теперь даже на матч с Зенитом, который состоится в среду, уже есть хоть какая-то надежда на то, что Спартак пусть играет от печки. Ну, конечно, в данный момент при такой игре, при такой схеме, тактике, когда еще ничего не понятно, у игроков Спартака психология на нуле. Потому что, сами понимаете, сколько можно не выигрывать. Игра с Динамо это вообще за рамки, потому что мы ее выигрывать не должны. Ее выиграл Лещук, как вы уже знаете. Поэтому ждем уже какой-то интерес уже есть от футбола. Потому что, что будет дальше. То есть, как игроки себя покажут. Потому что вчера-то желание Сочи было у них, но не было мыслей. Ну, может быть, Слишкомич какую-то мысль внесет или просто будет играть от печки. Этим же самым. Ну, блин, я просто записываю для того, чтобы порадоваться вместе с вами. Потому что все-таки какие-то изменения. Изменения, они не должны быть к худшему, я думаю. Потому что уже хуже просто некуда. Я читаю просто комментарии даже под своим видео. И там уже просто люди пишут, что там с 80-го года. Ну, просто хуже команды не было. Хуже тренера не было. Не было хуже игры. Я тоже не припомнил. Но про Слишкомича еще можно сказать то, что если вспомнить Карреру, то Каррера тоже начинал как помощник Аленчева. И что из этого получилось, вы сами все помните. Я лишь хочу пожелать удачи Спартаку. Пусть исполняющий обязанности Слишкомич будет он дальше тренером или не будет. Просто пожелаем ему успехов. Пожелаем удачи. Теперь действительно есть какой-то интерес смотреть дальнейшие игры Спартака. Даже вот эту ближайшую с Зенитом. Если бы это было Баскаль, тут уже можно сразу писать, какой будет счет. Там разгром и так далее. Поэтому пусть Спартак попадается с Зенитом. Пусть он хоть попадет в путь регионов, проиграв. Но я надеюсь, что там мы увидим какую-то мысль. И от этого уже будет отталкиваться как тренерский штаб. Ну, то есть там штаба уже как такового нет. Но, тем не менее, блин, я рад очень. У меня переполняют эмоции. Ну, вперед, Спартак! Всем пока-пока. Не болейте, подписывайтесь. Потому что после Зениты мы обязательно увидимся. Я обязательно запишу свое мнение по этому поводу. Ну и не болейте!